Тёмные времена для злостных неплательщиков алиментов. Их не пускают за границу, арестовывают имущество и заставляют подметать улицы. И так уже полгода, с момента вступления в силу закона, который ужесточил наказание для должников. В Минюсте не скрывают радости и подсчитывают количество денег, которые неплательщики вернули своим детям. Говорят, многие даже заплатили алименты наперёд. Вот только сами алиментщики просят внести поправки в закон, чтобы приструнить бывших жён. Как именно, Евгения Коваленко расскажет. Война с алиментщиками в самом разгаре. Арестованы все мои карты. С начала года с неплательщиков взыскали почти полтора миллиарда гривен. После ужесточения наказания за отказ содержать своих детей. Должников внесли в публичный реестр. Запретили выезжать за границу, арестовали имущество и начали отправлять на общественные работы. Рубать, косить, копать, сапать. Кое-кто так испугался нового закона, что побежал на опережение. Шоумен Антин Мухарский выехал в Европу ещё в середине февраля. Правда, на днях вернулся на родину. Его имущество арестовали из-за долга в 400 тысяч гривен. Всё потому, что Антин со своей бывшей супругой Снежаной никак не могут решить денежно-детский вопрос. А вот Максим ни от кого не скрывается. Он уже 7 лет в разводе и больше трёх не платит алименты. С тех пор, как ему запретили видеться с сыном. Говорит, сперва полюбовно договорился с бывшей, что будет обеспечивать ребёнка, но неофициально. Когда я ей объяснил, что ребёнок в данный момент получает намного больше, чем я буду просто ему перечислять по закону какие-то копейки. Ну что она сказала, хорошо, я забираю заявление обратно. Но экс-супруга всё-таки подала в суд на взыскание алиментов. Это было 6 лет назад. Максим уверяет, что даже не подозревал об этом. А за это время накопилось более 260 тысяч гривен долга. Когда подавая на меня в суды, на алименты и всё, они всегда указывали тот адрес, где я не проживаю фактически с 11-го года. То есть и все какие-то уведомления, повестки, я о них просто не мог знать. Если бы я хотя бы об этом знал, я не знаю, я бы завёл определённую карту там на ребёнка. Доказать, что он обеспечивал ребёнка невозможно, ведь чеки не сохранились. Долг Максим не выплатил, поэтому его имущество и счета арестовали. Я хочу пойти в суд и подать заявление о том, чтобы пересматривали это дело. Если Максим не выплатит долг, его имущество могут продать на аукционе. А вырученные деньги отдадут ребёнку. Сейчас таких должников в Украине около 200 тысяч. Все они в электронном реестре. Это те, кто должен более чем за три месяца. Субы боргов сягали понад 100 тысяч гривен на одну дитину. Деякие борожники ухилялись от сплаты алиментов по 5, 7, 15 лет. Абсолютный рекорд – это борг понад 17-18 лет. Злостных алиментщиков заносят в базы данных погранслужбы. Это значит, что выезд из страны должнику закрыт. И неважно, это командировка или туристический вояж. Такие ограничения на алиментщиков подействовали. И они бросились отдавать долги. Понад 50 тысяч полностью погасили все борги. Деякие заплатили наперед. Почти 6 лет бывший муж Ольги, экс-министр агрополитики Игорь Швайка, не платил алименты на двоих детей. На каждого всего по 600 гривен в месяц. Ольга пыталась вытребовать задолженность, но в исполнительной службе не хватало рычагов давления. Подавались справки о том, что доходов вообще не существует за последние годы. И такая же ситуация была у другой, тоже бывшей его жены, говорит Ольга. Но потом все поменялось. Буквально в течение месяца после принятия этого закона у папы нашлись деньги. И были погашены долги по двум исполнительным производствам, то есть по двум женам за троих своих деток. И это при том, что размер его доходов никак не изменился, говорит Ольга. Теперь бывшие жены экс-нардепа объединились и хотят подписать с ним мировое соглашение о досрочной выплате всех алиментов. Пока ждут ответа. Одного месяца не хватает Тарасу, чтобы попасть в общий список неплательщиков алиментов. Уже два месяца он не дает деньги на сыновей. Потому что уверен, бывшая жена тратит их не на детей, а на судебные иски. Той отец, который выполняет свои обязательства, обеспечивает дитину и, кроме алиментов, оплачивает отпочинок, то есть несет поточные дополнительные выплаты, все равно на него подают до суду. Сразу после развода Тарас добровольно оплатил каждый месяц по 2000 гривен. Теперь экс-супруга хочет вдвое больше, при этом не позволяет воспитывать детей. Поэтому отцы требуют внести изменения в закон. Проблема в том, что десятки тысяч украинских детей не могут побачить своих батьков, потому что в Украине нет процедуры выполнения решений судов по участию в виховании. Другая вещь. Не впровадила процедуру целевого проверки, целевого использования алиментов. Третя суттєва ошибка. Это то, что государство обеспечила ряд заборон, но держава не впровадила новые процедуры поведомления батьков Украины. В Минюсте заверили, изменения будут. В парламенте уже рассматривают новые санкции против должников. Хотят увеличить минимальный размер алиментов. Сейчас это 900 гривен. Также сумма долга может возрастать автоматически, а за уклонение от общественных работ уголовная ответственность. Это все в перспективе, если законопроект поддержат. Должников по алиментам без имущества и официального трудоустройства отправляют на общественные работы. Теперь злостные алименщики свои долги должны искупать с метлой в руках. Такое наказание для тех, кто не перечислял деньги своим детям минимум полгода. Всего в Украине уже более 16 тысяч отцов-должников отправили долги отрабатывать. В столице алименщики будут трудиться на коммунальных предприятиях. Там рабочих рук всегда не хватает. Виталий работает в этом дворе каждое утро уже третий день. И так еще полтора месяца. Отрабатывает 70 тысяч гривен долга. Я отсылал эти алименты, потом моя первая субкуха перестала их получать. И не отказывалась их получать. А потом, где-то в январе месяце написала заявление, что я не плачу алименты. После уборки двора Виталий спешит на основную работу – курьером. Ведь нужно обеспечивать еще одного ребенка от нового брака. И возвращать долг. Евгения Коваленко, Светлана Шекера, Ольга Паломарюк, Ирина Дьяченко, Василий Миновщиков и Олег Неведомский. Подробности недели – телеканал «Интер». Продолжение следует...